Предоставление земельных участков, контроль надзорной деятельности, пути решения проблем, направленных на устранение административных барьеров. Эти и другие вопросы по защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности рассмотрели на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ненецкого автономного округа. Наталья Дуркина продолжит тему. С докладом об инвестиционной привлекательности региона, проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, а также в вопросах обращения с ТКО выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Герман Сопочкин. Частично мы вопросы решили, это связано с уменьшением нормативов накопления ТКО для торговли и также для объектов общественного питания. Но также следует обратить внимание и на тарифы в сфере ТКО во второй зоне регионального оператора «Северный коммунсервис» – это населенные пункты Ненецкого автономного округа. Особенности – это те населенные пункты, вывоз из которых твердых коммунальных отходов осуществляется морским транспортом. Там тарифы гораздо выше в два раза. С учетом поставленных государством приоритетов поддержка и защита субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности приобретает первостепенное значение. Именно поэтому в окружной прокуратуре налажена системная работа, направленная на снижение административных барьеров в сфере малого и среднего бизнеса. В том числе на снижение количества проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с происходящей реформой в сфере контрольно-надзорной деятельности на особый контроль в прокуратуре поставлен переход на новый порядок организации и осуществление государственного и муниципального контроля. Для того, чтобы бизнес развивался, необходимо устранить административные барьеры, обеспечить законность правовых актов, регулирующих взаимоотношения власти и бизнеса, а также помочь его представителям информационной поддержкой. В ходе координационного совещания заключено соглашение о взаимодействии с Ненецким региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», целью деятельности которой является содействие правовой защите законных интересов предпринимателей от административного давления и коррупции. По итогам заседания коллегии разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления на защиту субъектов предпринимательства. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.